А в прошлом занятии у нас центральной фигурой был Авраам, да? И мы говорили, что Авраам, Моисей, это те люди, которые были названы друзьями, друзьями Бога. Мы сейчас пропустим наших праотцов, есть много очень материала, и если у вас будет возможность потом познакомиться с ними, вы сможете познакомиться, но мы ограничены определенными временными рамками, поэтому мы сейчас поговорим о Моисее, то есть личности, да, такой же по масштабу, как Авраам, и мы увидим, что Моисей, это прообраз, да, Мессии, прообраз Мессии, искупителя народа. И поговорим об антиподе, антиподе, потому что есть где Мессия, да, там есть и лжемессия. В христианской традиции называется антихрист, но это просто греческий перевод, да, лжемессия. Что значит анти? Он, значит, будет против, да, и вместо. То есть он будет обладать некоторыми чертами, как бы Мессии, да, и народ пойдет за ним, но в действительности это не настоящий Мессия, это ложный Мессия, да, лжемессия. И мы будем говорить о тех качествах, которые будут обладать лжемессия. Лжемессия, видите, есть в еврейской традиции, евреев часто много раз обманывали лжемессии, вы помните. Были лжемессии, которые приходили еще во времена Ишуа, они как описываются в Библии, да, некто собрал людей и увел их в пустыню, да, другой человек забрал на Крите людей и сказал, что море раступится, и они все прыгнули в море и потонули. Потом был знаменитый лжемессия, если вы помните, как его звали, сын звезды? Барковба, да? И тоже многие евреи поверили ему, и в результате началась самая страшная трагедия в истории еврейского народа, который не закончился до сих пор и называется Галут, рассеяние. И были еще другие мессии, Давид Реубени, Шабатай Цви, их было очень-очень много в истории еврейства. Ну, пожалуй, самым последним лжемессии, который мы знаем, это Менакен Мендл, Сенайерсон, да, хотя он сам себя лжемессией не называл, но ученики настолько поверят, что он Мессия, что до сих пор ждут его воскрешения, да, воскрешения из мертвых. То есть мы должны увидеть, и по еврейской традиции, когда рождается Мессия, в это же время рождается и что? И лжемессия, да. И по еврейской традиции, лжемессия или антихрист, он будет потомок Эвсава, и кого мы там стирали, помните имена? Ну? Имя Амалека Сатри, да? Аммалека Сатри. Поэтому мы будем говорить в аспекте Мессии о Моисее, и в аспекте антихриста, да, будем говорить об Амалеке. Итак, мы видим, что вообще-то в истории еврейской были четыре пленения. Четыре пленения, или мы говорим Галут. Гал-гал – это колесо, Галут – буквально качение. Типа, а катитесь вы все, да? Говорит Господь, когда евреи его не слушаются, и они покатились. И говорят о Галуте, это записывайте, да? Галут – это что? Рассеяние, или, как говорят, Вавилонское пленение было, да? То есть, когда Бог рассеивает Израиль. Но это на время, правда? Потому что Бог на время скрывает лицо. Мы уже говорили о сокрытии лица, да. На малое время, буквально, сказано, на секунду, на очень непродолжительное время. И есть учения о четырех Галутах. Первое – Вавилонский. Второе – Ассирийский. Третье – Греческий. И четвертое – Римский, который продолжается и поныне. Почему я говорю, что Галут продолжается и поныне? Что, хотя существует государство Израиль, где все-таки больше евреев находится? В Рассеянии, да. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки только больше евреев, чем в Израиле. Поэтому Вавилонский, Ассирийский, Греческий Галут, да. А в Греческом Рассеянии где сказано? Помните, в Новом Завете, да? Что, а даже ученики спрашивали, а ты, говорит, не пойдешь ли в Рассеяние, да, Иисуса? Да, да, то есть Греческое Рассеяние, да. И последнее Рассеяние – это было Римское Рассеяние. Ну, ассирийцы, вы помните, Израиль завоевали, Северное Царство, да. И ассирийское Рассеяние закончилось? Оно продолжается и поныне. Но, несмотря на это, даже уже после Рассеяния, Бог говорит о колене, о племенах Израиля, да, и племенах Иуды. То есть Бог возвратит эти племена. Мы еще не знаем, где они. Поэтому ассирийское Рассеяние, оно не закончилось. Вавилонское Рассеяние, да. Вавилонское Рассеяние – это когда был Иуда пленен. И оно находилось в Вавилонской, а позднее Персидской империи. Помните, мы говорили, что хотя персы – они арийцы, да, они все равно потомки Вавилонской империи. То есть в еврейской традиции, что Ирак, да, что Персия – это считается Вавилония. Такая традиция. Хотя это сейчас разные народы, и вы знаете, Ирак с Ираном воюет постоянно. То есть разные этносы, у них даже разные варианты религии, ислама. Но, несмотря на это, для евреев это Вавилония, да. И Вавилонское пленение, оно продолжалось около 70 лет. Мы говорили об этом, да, хотя после разрушения храма, до восстановления, да, до приказа восстановления второго храма прошло 52 года. Но еще до этого уже начали евреев расстрелять по Вавилонской империи. И часть евреев вернулась, и Вавилонское Рассеяние считалось, что закончилось. Греческое Рассеяние. Когда началось Греческое Рассеяние? С Александра Македонского, да. Александр Македонский тоже создал суперимперию. Очень большую империю, да. Позднее эта империя распалась на четыре части. Часть это Македония, да, часть Вавилония, часть Сирийская империя, где были знаменитые Антиохи, да. И империя Птолемеев в Египте. Поэтому евреи, которые находились в Рассеянии в этой империи, да, это считалось Греческое Рассеяние. Но еще произошло в 70-м году нашей эры, и повторилось в 135-м году нашей эры, большая трагедия. Что произошло в 70-м году нашей эры? Разрушен был храм, да. Но часть евреев, и было убито очень много евреев, да, свыше миллиона евреев. Для страны, которая население 3 миллиона, это довольно значительно. Сейчас, да, треть населения. А часть все-таки, часть была уведена в плен, а часть оставалась в Израиле. Но после 135-го года, помните, после восстания Баар-Когбы, что произошло? Полностью. Практически только единицы. Ну, всегда в Израиле немножко оставалось евреев. Но практически полностью евреи были рассеяны, да. Была и небольшая там группа мудрецов, которая жила в Явне. Вот. Но по сравнению с тем, что было в Израиле тогда, то произошло рассеяние. И римское рассеяние потом распространилось на весь земной шар. И мы говорим, что сейчас нет ни одной страны в мире, где не жили бы евреи. Но мы еще забываем об одном пленении. Ну, тут можно сказать не о рассеянии, но тоже голут был, когда евреи находились в Египте. Вот. Когда заключил Бог завет с Моисеем, это был так называемый завет между рассеченными частями. Завет между рассеченными частями. То, что я делаю, ударение, да, выделение, вы записываете обязательно. Остальное вы можете записывать, если не успеете, можете не записать. Итак, говорили о Вавилонском, о Сирийском, Греческом, Римском рассеянии вы должны понимать, что это такое. Это, наверное, должно быть записано у нас. И мы говорили о, сейчас говорить будет о египетском пленении, да. Ну, не Россия, не Египет, маленькая страна. Но когда Бог заключал завет, завет между рассеченными частями. Брит, бейн, а, бетарим. Брит, бейн, а, бетарим. Брит, бейн, а, бетарим. Между, да, рассеченными частями. Бетар. Бетарим. И Бог сказал, это Берешит, 15 глава, 13 стих. Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но над народом, которые будут служить, я произведу суд, после чего они выйдут с большим имуществом. И вы вспомните, что по-еврейски Митсраем, Египет, да, имеет слово цар. Цар, узость. Узость. И мы говорим, Митсраем, двойственное число. Это узость, неприятности, цурости всякие, да, которые, они были в двух аспектах. В физическом, когда евреи даже физически истребляли, да, и в каком? В духовном аспекте. Потому что евреи, многие, переходили в египетское поклонение другим богам и так далее. То есть, Бог уже заранее об этом говорил. И в исходе, 11 глава, 5 стих, и 12 глава, 12 стих. И умрет всякий первенец в стране египетская первенца, фараонова до первенца рабыни, и все первородные от скота. И я эту ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота над всеми богами египетскими произведу суд. То есть, я Господь. Видите, как интересно. Если Аврааму Бог обещает, что 400 лет я произведу суд, после чего они выйдут с большим имуществом, да? Проходит 400 лет, и это слово дословно исполняется. И мы иногда говорим, что вот Бог, он такой добренький, хорошенький, да? Он никого не наказывает. Ну, иногда он в состоянии разрешает наказание производить. Здесь мы видим конкретно, кто произведет суд. Бог. Бог выносит приговор, и Бог я сам лично, да? Сам лично накажу. То есть, мы должны понимать, что есть доброта Божья, да? И есть Божья справедливость. Мы не должны представлять Бога, как только добренького Бога, и у нас будут вот такие проблемы. Видите, мы долго думаем часто, почему были уничтожены 6 миллионов евреев? Да? Уже в 20 веке, уже когда была цивилизация. Это не какие-то древние фараоны уничтожали евреи, а цивилизованный германский народ. Вот так сделал Бог. Я не знаю. Если когда меня спрашивают, я говорю, не знаю. Есть, конечно, некоторые понимания. Мое мнение такое, что без этой катастрофы не было бы аварийзона государства Израиля. Потому что, вы знаете, именно в Германии евреи не хотели ехать. И, как Бог говорил, я сначала пошлю, что, охотников, да? Я рыболову, да, потом пошлю охотников. Вот. Не хотели, значит, на удочку попадаться сиянистам. Значит, пришли охотники и погнали со всякого высокой горы, значит, со всякого высокого поста, со всякого высокого места, да? И вторая причина, я думаю, это для уничтожения религиозной, в частности, хасидской системы. Вот, смотрите, страшные забытия 1917 года, да? Но, если бы не было религиозной системы православия разрушено, вы знаете, что до 1917 года, да, секты, и куда отправляли вы нас? Да, в Шаловки или на Кавказ, или куда-нибудь такие в Средней Азии, в местах, как говорится, не столь отдаленные, правда? Вот, но вот это разрушение идеологии православной, хотя православие – это тоже часть тела Христова, да? И поэтому мне очень страшно видеть, что в России сейчас вот эта система православия, она уже стала не Божьей системой. Я не говорю о православии как вообще, о вере в Бога, я говорю о православии как системе, политической и религиозной системы. Она стала тормозом большим, да? Даже здесь у нас сейчас сектанты, 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 да? Но в связи с ростом православия, в России было две возможности после 1919 года – или пойти в сторону ислама, или пойти в сторону православия, да? Либо стать свободной. Я за то, чтобы было свободной, мы должны молиться, да? Слава Богу, еще на Украине. Почему на Украине религиозной свободы? Потому что система православия, она распалась. Есть православная церковь российского патриархата, есть православная киевского патриархата, есть автокихвальная церковь и так далее, да? Казалось бы, плохо, когда единства нет. Но в данном случае мы имеем полную свободу верить так, как мы хотим. А в России, я не буду критиковать русское правительство, но вы знаете, в средствах массовой информации нагнетается, да, о чем говорится, о сектах. О сектах. И мы там попадаем под эту систему сект. И было разрушено православие. Вот так же самое, и сам Баушилтов говорил, что хасиды размножатся как саранча и будут мешать приходу на шеях. Удивительно, да, вот система должна быть разрушена вместе с носителями этой системы. Страшно. Страшно, да? Ну, что делать? Приходят статки в Египте. Вот эта система лже-богов должна была быть разрушена, да? После этих, так мы говорим, десяти казней. Самая страшная казнь, это когда были убиты все первенцы. Первенцы не только молодые, маленькие младенцы, да? Если его 90 лет было, он все равно оставался первенцем. Вы понимаете. Вот, да. Но Бог дал возможность спасти. И пусть возьмут от крови его, то есть, агнца, да, поможет на обеих косяках, на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь, знамение в домах, где вы находитесь, и я увижу кровь, да, и я пройду мимо вас. Да? Бог наказывающий видит кровь и проходит мимо. Это пройти мимо, да? Слово пасовать. Есть такое выражение, я пас, да? Это еврейский корень, да? Отсюда прошел мимо, как говорится, пэсах, да? Или если мы оставляем и не состригаем, что это получается, тоже, да, пэсах. Поэтому если все от того же корня, пройду мимо, пас, да? Пас, корень. Пэсах, значит, он что, прошел мимо. Итак, Бог дал выбор, смерть или жизнь. И Бог не сказал, что спасутся только евреи. Да? Помните, те казни, которые происходили до того, они что происходили? Они происходили с Египтом, но евреи, если они оставались в своих домах, они были целые. Так же, вот как я вам пример проводил, когда бомбили Шанхай, если сидели евреи в своем квартале, они были целые. И что делали соседи, которые любили евреев? Тоже приходили в эти дома. А здесь было особенное, нужно было сидеть в этих домах и не выходить. Если у вас были хорошие знакомые, которые вы хотели бы, чтобы они спастись, вы говорили им, вот, сегодня будет особая ночь. Если вы хотите спастись, приходите к нам. Мы будем вместе есть барашков, мы будем прославлять Господа. И кровь, которая на косяках дверей, сохранит. И мы видим, что когда вышли евреи, сколько вышло еще? 100 тысяч евреев. Я верю, что это те были друзья, которых евреи пригласили к себе на Писах. И которые видели руку Божью и карающую, и милостивую. То есть, здесь не было какого-то этнического или религиозного признака. Любой, кто послушался Бога и кто поверил Богу, был спасен. Не были спасены особо праведники. Корах и его друзья, которые потом буддавали против Моисея, и те люди, которые постоянно досаждали Богу, да, они все были спасены. Это они потом проявили себя, да, по-разному в испытаниях. Но и хорошие, и плохие были спасены. Потому что, что главное было? Послушание. Главное было послушание. И Бог сказал, что Он выведет на просторное место из Мицраем, да, из Мицраем, там, где много узости, вот есть такая поговорка, коль гаалям куло, гэшер цар меот, да, весь этот мир, очень узкий мост, цар узкий, на простор. В русском языке слово Медбар означает пустыня, значит, ничего там хорошего нету, да? Вот. Но в еврейском, вы видите, Медбар означает просторное место. Из узкого места Бог куда вывел? На простор. Ну, еще говорят, что Медбар означает говорильня, потому что Медебер, Медебер, Медебер. Бог 40 лет говорил там с евреями, правда? Вот. Итак, Бог прислал Избавителя. Избавителя. Видите, там, где есть Галут, там есть что? Геула. Запишите этот термин. Геула означает избавление. А тот, кто избавляет, как называется, Моэль? Если Геула. А кто такой Моэль? Мила и Моэль. Геула и Гоэль. Гоэль это тот, кто избавляет от Геулы. И мы говорили, что Геула физит, есть такое понятие. Геула физит, это избавление физическое. Правда? И Геула руханит. Геула физит. И Геула руханит. Что значит руханит? Да, духовное. Рух означает дух. То есть это было и физическое и духовное избавление. И тот, кто приходит, это кто? Гоэль. 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 Да? И Бог спустя долгое время умер царь египетский, стянули сыны Израиля от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу и услышал Бог стенание их и вспомнил Бог завет свой Авраам Исааком Яковым и увидел Бог сынов Израилов и презрел их Бог. Исход 2 глава 23-25 стих. Смотрите, отметьте, что Бог делал первое. Услышал, потом что сделал? вспомнил Потом что сделал Бог? Увидел Да? И что? Призрел Слово призрел означает, что мы уже говорили обратил внимание так, как он обратил внимание на жертву кого? Авеля, да? Авеля Значит, Бог первое услышал потом вспомнил потом увидел и призрел то есть обратил внимание Это что получается? Глухой, слепой Бог то еще и страдающий недостатком памяти Или это нечто другое? Это нечто другое Видите? И как мы это объясним? Это Исаия 6 глава 9 стих И сказал Он Пойди и скажи этому народу Слухом услышите и не уразумейте Очами смотреть будете и не увидите Видите? В отличие от русских глаголов еврейские глаголы смотреть и видеть слушать и слышать да? Слушать слышать Если я слушаю да? Я слышу У нас в русском понимании мы можем слушать и что? И не услышать Можем видеть да? И не увидеть Смотреть да? Можем смотреть и не увидеть Но в еврейте если ты слышишь то ты это активное действие Говорят в русском языке слушайте меня Я говорю а вы слушайте Но если еврейте Шму ли слушайте ко мне да? Слушайте ко мне Значит слушать это какое? Пассивное действие или активное? Активное действие да? И еще слово Шма означает не только слушай Израиль да? Вот мы говорим Шма Израиль но и пойми Израиль Вот поэтому здесь идет игра слов да? Вы будете слушать будете слушающие но не услышите так если дословно говорите да? И не поймете потому что Шма еще означает понимать Видите опять-таки Роэ если человек Видите Роэ это означает и видеть и смотреть да? Бог видящий меня Адонай Рои да? Ваира и увидел Бог то есть если Бог смотрел то что? Бог увидел и вы будете смотреть и не увидите буквально получается будете смотрящими да? но не увидите то есть Роэ означает одновременно видеть и смотреть это активное действие личности а не пассивное так же как и слушание и сосерцание Исайя 42 глава ты видел многое но не замечал уши твои были открыты но не слышал 42 глава 20 стих Иезекиэль 12 глава 2 стих сын человеческий ты живешь среди дома мятежного у них есть глаза чтобы видеть и не видеть у них есть уши чтобы слышать и не слышать потому что они мятежный дом вот так же происходило с Израилем когда Израиль жил хорошо они что видели слышали Бога слушали искали они Бога не искали Бога но когда стало Израилю плохо они что взыскали Бога и как только они стали искать Бога искать слушать и видеть Бога вот так и Бог начал их слышать и видеть. То есть он слышал и видел, безусловно, и знал, что делается в Израиле. Бог всезнающий. Но ответ они получили только тогда, когда взыскали Господа. Для нас это очень важно. И когда говорится еще об этом, вот еще об этом говорится, что на малое время, на малое время, Бог скрывает свое лицо. На малое время. На малое время Бог скрыл свое лицо. Значит, Исаия, 54 глава, с 7 по 13 стих, но ключевой стих 8. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Буквально употреблено слово Ре-на. Ре-на. Это мгновение. Мгновенно. Внезапно. Ежеминутно. Поминутно. То есть на малое время, на долю секунды. Не думай о мгновениях высока. Говорит Исаия, 54 глава, 8 сигна. Да. И поймешь, наверное, что происходит. Кстати, там, где, помните, мы с вами уже разбирали вот этот стих тоже о времени полноты язычников, да? Вот. О времени полноты язычников. И еще это римлянам, да? Римлянам, 11 глава, 25 стих. И еще есть у Даниила, у Даниила есть тоже, говорится, о полноте. Это в 7 главе, 25 стих. 11 глава, 24 стих. 12 глава, 4 стих. Да? Запечатать книгу до последнего времени. До определенного времени. И, видите, мы, я не знаю точно, как переводится с греческого языка, допустим, но там нету слова, что? Нету слова до времени у римлян, да? Но зато в этих отрывках, которые я говорил, Даниила, 7 глава, 25 стих. Даниила, 11 глава, 24 стих. Там говорится до времени, времен и полувремени. И также до времени. И до времени, доколе не родит, имеющее родить. Употреблено слово моэт. Моэт, что означает назначенное время, назначенный срок, определенные пора, назначенное время, собрание и встречи. И до периода. До этого времени, период, срок, пора. А в греческом варианте употреблено слово апомерос, да? Значит, апомерос, что ожесточение Израиля произойдет не полностью, да? До времени, когда исполнится, да, нечто, нечто полное среди язычников. Там нет, что войдет полное число язычников, да? Апомерос, значит, апомерос, это означает из, удаление, отделение, завершение, отрицание, значит, амерос, часть, доля, участь, предел, то есть, до времени, до времени будет отделение, отрицание, да, и слово время, опять-таки, мы видим, до того, до той поры, да, до той поры, пока что не будет полнота, и будет полнота, значит, апомерос, отвердение, окаменение, грубелость, бесчувственность, ожесточение в Израиле, пока будет плеурома, плеурома, означает полнота, исполнение, выполнение, ладка и заплата, то есть, в английском языке патч, слышали такое выражение, патч, это еще дополнение программы, которое позволяет ее сделать так, чтобы она хорошо работала, да, патч, да, и так, будет ожесточение, окаменение, да, до времени, апомерос, пока, что будет, плеурома, пока Бог поставит патч на язычников, а про число там никакое не сказано будет, да, когда Бог поставит патч на язычников, вот тогда, когда язычники поймут, что они дальше без евреев жить не могут, правда, помните, я говорил, духовный Израиль, духовный Израиль без евреев, все равно, как мы вина, да, вот, курица с грибами, там, написано, запах курицы, но курицы там нету, вот так и церковь, язычников без евреев, но когда там появится курица, то там будет полный Израиль, ох, ну, это уже разные другие толкования, ну, да, вы поняли, да, хорошо, итак, для того, чтобы произошло это, необходима личность, которая будет иметь какую-то власть от Бога, да, и, как мы говорим, будет являться мессией, мессия, что означает, или Христос, помазанный, да, что означает помазать, что означает помазать, передать особую духовную власть, да, есть цари, которые, есть цари, которые приходят сами к власти, мы говорили о таких, это тираны и диктаторы, являются ли они помазанниками Божьи, нет, но есть цари, которые приходят к власти в результате Божьей воли, я не говорю, что мы не должны тиранов слушаться, мы должны слушаться, если они не против Бога, когда конфликт уже, кого слушаться, Бога или власти, это другие вещи, другая проблема, но, есть помазанники, помните, Давид был помазан, ему еще не было 30 лет, да, но он где-то около 10 лет скитался в разных неудобных местах, потому что он не мог поднять руку на помазанника Божьего, да, почему, помазанник Божий, это тот, кто обладает особым властью, и хотя мы говорили, что с Саула ушла его благодать, да, ушла с него благодать, а помазание осталось на нем, помазание его осталось на нем до самой смерти, да, то есть помазанники не выбирают люди, помазанники выбирает Бог, и если этот помазанник, пусть даже это будет несовершенный человек, но он обладает определенной духовной, светской, физической властью от Бога, поэтому мессия, поэтому мессия, и Моисей был одним из таких мессия, есть Мошех, есть А-Мошех, А-Мошех, я верю, что только один, да, еще А-Мошех, но Моисей тоже был мессия, вот Женевская Библия говорит так, Моисей в истории искупления является прообразом Христа, ходатая Нового Завета, Моисей представляет собой великого Божьего слугу, который непосредственно получает слово Господа, ведет свой народ по Божьему пути, и принимает на себя всю тяжесть неверия Израиля, запишите этот момент, Итак, Моисей кто? Божий слуга, он не просто царь, который как хочет, так и делает, да, Моисей Божий слуга, что он делает? Непосредственно получает слово от Бога, третье, что он делает? Ведет народ по Божьему пути, Третье, что он делает? Ведет народ по Божьему пути, и четвертое, принимает на себя всю тяжесть неверия Израиля, Однако Моисей только предвозвещает приход другого пророка. Помните, поставит Господь пророка такого же, как ты, да? И кто не послушается этого пророка, что сделает Бог? Накажет того, да? Это второзаконие 18.15. Итак, Моисей предвозвещает приход другого пророка. Смотрите, Ешуа Мессия, он Божий слуга, правда? Он ведет свой народ по Божьему пути, он получает непосредственно слово от Бога и передает нам, правда? И Ешуа, мы знаем, что он понес на себе всю тяжесть неверия Израиля. Поэтому мы говорим, что жизнь Моисея и жизнь Ешуа, хотя вроде бы разные вещи, да, но есть очень много общего. И сам себе Моисей говорит, что будет пророк такой же, как Моисей, да, но еще лучше. Как вы думаете, он Магометик говорит? Нет. Он говорит, а Ешуа Мессия, да, но такой же, как Моисей. Поэтому личность Моисея для нас очень важна. Даже само рождение Моисея происходило в удивительных обстоятельствах. Вы помните, что в это время уничтожал первенцев фараон, да? Не только первенцев, всех мужского рода младенцев, да? И некоторые женщины отказывались умерщвать этих младенцев. Вы помните, да? Потому что они боялись Бога больше, чем фараона. Да. Они боялись Бога, чем фараона. больше. И рождение Мессии Моисея происходит сверхъестественным путем. Еще помните, во времена фараонов, когда мы говорили об Эхнатоне, удивительный получил Эхнатон откровение. Он говорит, что слово, это живое, да, Бог, фараон, это живое воплотившееся Слово Божье. Правда? Он же говорит о себе, что умирает и воскресает вновь. Подобно зерну ячменному. И еще фараон говорит, что Бог сам зачинает фараона, который есть живое слово, да, сам зачинает сверхъестественным путем в лоне женщины. То есть, даже все вот эти принципы непорочного зачатия евреев, которые жили в Египте, были знакомы? Вот. Мы сейчас видим иудаизм совершенно другой иудаизм. Не тот иудаизм, который был во время Ишуа. В средние века Талмуде происходили очень большие редакции. И всякие вот такие вещи в Талмуде они вычеркиваются. Кабала не редактировалась. Поэтому Кабала сохранила некоторые подобные вещи. о троичности Бога. Там есть даже и о непорочном зачатии. И вот там есть интересный комментарий из Кабалы о рождении Моисея. Я еще раз говорю, что Кабала для нас не является религиозным авторитетом. Правда? Но так как она мало подвергалась редакции, потому что Кабалу изучали единицы, и она являлась тайным знанием, то некоторые вещи мы можем оттуда извлечь. И я буду еще цитировать Фишера, преподавателя американского, который сюда приезжал и говорил о сверхъестественном рождении Моисея. Смотрите, исход 2 глава, 1-2 стих. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачела и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Смотрите, обычно как говорят, такой-то родил такого-то. Или, говорится, такой-то познал свою жену и она родила. Да, а тут удивительно, слово родил или слово познал, да, это является ввиду и супружеских отношений, не только опознание в духовном смысле. А здесь этого нет. он женился, а она родила. Правда, это похоже на историю Иосифа? Он женился, она родила. А где же этот пункт? Говорят, что для того, чтобы дети не страдали, значит, многие евреи не имели отношения со своими женами, либо предохранялись каким-то образом, да? Но жена, несмотря на это, зачела и родила. То есть, Медреш говорит по этому поводу, что тогда существовала так называемая левицкая раба, как прямое поколение Моисея. То есть, Бог сам родил Моисея. И потомки Моисея, они особые были, они не были рождены, да? Они от Моисея пошли. А Моисея Божия. А Моисея Божия. Медреш, это я сейчас цитирую, Фишер, Дэ, Фишер, Давид, или Даниил Фишер? Даниил Фишер, наш, приезжал к нам Саша, Даниил Фишер. Даниил Фишер, я его цитирую по его лекциям. Вот. И Бог сам родил Моисея, это чем-то похоже на рождение Ишуа. Медреш также делает ссылку на второзаконие 26 главу, где говорится, что Израиль много претерпел и страдал во время исхода из Египта. И Бог таким образом родил Моисея, да, вне каких-то половых отношений. Я не говорю, так ли это было в действительности, но тогда есть интересный Медреш, да, о том основании, что Библия пропускает, пропускает этот момент сексуальных отношений отца и матери. Еще в Толмуде написано, что во время рождения Моисея на месте, где происходило само рождение, было много света. И это напоминает о великом свете Вифлеемской звезды. Помните, и увидев Моисея, ребенка она сказала, что он хорош. И хорош Китов также говорил Бог о свете, да, он хорош. Толмудическая история свидетельствует о том, что родители Моисея не только воздерживались от половых взаимоотношений, но еще и развелись на время. Так как эти люди были лидерами в Израиле, то весь Израиль последовал их примеру. По словам Толмуда, Мирьям убедила своих родителей не разводиться, они снова поженились, и Израиль тоже последовал их примеру. И когда был брак восстановлен, Моисей стал первенцем. То есть смотрите, Моисей назван первенцем, хотя он не был первым ребенком в семье. Была Мирьям, которая старше, да, она была на 10 лет их примерно старше, потом был на 3 года старше Леви, но Моисей почему-то назван первенцем, да, потому что он имел особую природу, он имел особую природу рождения. Он был единственным, он был первенец, потому что он имел особую божественную природу. Также есть информация о дополнительной обеихстве Моисея. Иосиф Флавий писал, что в Талмуде Медальше фараон убивал еврейских мальчиков не из-за того, что они стали весьма многочисленными, но из-за пророчества, которое он услышал. Это было пророчество об освободителе Израиля. Пророчество было высвобождено либо через книжников, либо через астрологов. Вот именно поэтому фараон издал приказ убивать мальчиков, потому что он получил от астрологов сведения о том, что родится тот, который изменит все в Египте. Он будет первенцем и он будет особым, не таким, как все остальные. Хорошо, а Ироду кто об этом сказал? Маги, да? Мы говорим волхвы, правильно говорить маги. То же самое, те же маги и астрологи. Похожая история? Очень похожая история. Хорошо, и таким образом все мальчики были убиты. Но Моисей особым образом был спасен. Его усыновила дочь фараона. Есть история о том, что отец Моисея очень хотел спасти сына и увидел в подтверждении сон, как нужно спасти Моисея. Вот положить корзинку, это ему приснилось во сне. Когда Иосиф получил откровение о спасении, тоже получил во сне. То есть Иосиф отец Иисуя был предупрежден во сне, что Ирод убьет младенцев. И поэтому он ушел в Египет. Вот. Моисей, как мы видим, тоже оказался в Египетском дворце, да? Вот. Еще интересно, Матфея, 2 глава, 20-21 стих, когда ангел обращается к Иосифу, интересно говорится, в буквальном смысле умерли искавшие души младенца. Но кто хотел убить младенца? Один человек. Почему же, говорится, умерли искавшие души младенца? если Ирод был единственным, да? Но вот в исходе 4 глава, 19 стих, Бог говорит Моисею, что те, которые ищут твоей жизни, мертвы. То есть, здесь прямая цитата исхода 4 глава, 19 стих. И если местоимение он относится к Ироду, то здесь местоимение он умышленно изменяется на они, чтобы мы увидели конкретно эту связь. Вообще, если мы смотрим Евангелие от Матфея, оно имеет много очень параллелей, да? Более 30 сходных вещей Моисея и Иешуа. Сейчас мы подробно об этих 30 вещах не будем говорить. Они Дерек Принц даже целую выпустил брошюру о сходстве Моисея и Иешуа. Вот. Сейчас я дойду до этого места. И дальше, значит, когда Иешуа был в пустыне, он сколько был? 40 дней. Моисея был сколько лет в пустыне? 40 лет, да? Был в пустыне. Потом еще раз 40 лет, но это уже Израилем. Моисея был испытан в пустыне, да? И был испытан Иешуа в пустыне. То есть есть мы прямое сходство. И за испытанием Моисея в пустыне последователь события, который позволил Моисею собрать 12 колен Израилевых под свое лидерство. Было 12 колен и было 12 лидеров. Да? Помню. Егоша Бен-Нун и Калев были тоже среди этих 12 лидеров. А Иешуа придя в пустыне сколько собрал лидеров? 12 лидеров, да? То есть есть очень много сходного. Возвратившись в Египет, Моисей совершает чудеса. И это способствует тому, что люди начинают снова верить и поклоняться истинному Богу Израиля. Иешуа что делает? Тоже совершает чудеса, да? Вы помните, что все чудеса Иешуа были и чудеса сходные с чудесами Моисея совершали волхвы. В чем разница чудес Иешуа и чудес волхвов? Или чудес Моисея и чудес волхвов? Значит, да, Иешуа, ну, во-первых, он особые чудеса совершал, которые мог совершить только Бог. Во-вторых, он совершал чудеса, прославляющие Бога. Поверьте, всякое чудо, которое не прославляет Бога, это не от Бога. Хорошо. Пилы? Хорошо.